Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – строение и функции органов слуха, органы равновесия. Сегодня на уроке мы узнаем о слуховом анализаторе, поговорим о предупреждении нарушений слуха, а также рассмотрим строение и функции вестибулярного аппарата. В жизни человека всегда сопровождают звуки. Приятный шум ветра, шуршание листвы, пение птиц, журчание воды, звуки автомобилей, работа мотора холодильника, пылесоса, компьютера и так далее. Но самое главное – речь, благодаря которой человек общается с окружающими людьми. Еще Антуан де Сент-Экзюпюри говорил «Самая большая роскошь на земле – роскошь человеческого общения». Выдающийся российский физиолог, академик Алексей Алексеевич Ухтомский считал, что слуховой анализатор важен для развития речи. Только нормальное состояние всего слухового анализатора позволяет слышать. Если какая-либо его часть нарушена, то слуховых ощущений не возникает. Орган слуха состоит из трех отделов – наружного, среднего и внутреннего. Наружный отдел органа слуха состоит из ушной раковины и слухового прохода. Покрытые кожей ушные раковины образованы хрящом. У разных людей они отличаются, являются индивидуальной особенностью. Слуховой проход тоже покрыт кожей и состоит из наружной хрящевой части и костной, расположенной внутри черепа. В глубине слухового прохода имеются волосы и кожные железы, выделяющие липкое желтое вещество, называемое ушной серой. Секрет серных желез обладает антибактериальным свойством и не дает частичкам пыли и мелким насекомым проникнуть в ухо. Слуховой проход заканчивается барабанной перепонкой, толщина которой 0,1 мм. Барабанная перепонка многослойна, образована эпидермисом и слизистой оболочкой. Она эластичная и поэтому способна фибрировать от звука и вызывать движения слуховых косточек среднего уха. Среднее ухо представляет собой полость, заполненную воздухом. В ней имеются три слуховых косточки. Молоточек, наковальня и стремечка. Стремечка одна из трех косточек, участвующих в передаче звука во внутреннее ухо. Ее длина примерно 3 мм, а вес около 2,5 мг. Наковальня находится между молоточком и стремечком. Так получается система костных рычагов во много раз увеличивающая силу воздействия колебаний барабанной перепонки. В среднем ухе находится самая маленькая мышца. Она служит для поворота стремечка с целью уменьшить нагрузку на барабанную перепонку при чересчур сильных звуках. Полость среднего уха с помощью слуховой, евстахевой трубы сообщается с полостью глотки. При глотании вход в слуховую трубу открывается, и давление воздуха в среднем ухе становится равным атмосферному. Благодаря этому барабанная перепонка не изменяет свою форму и всегда ровная. внутреннее ухо в отличие от наружного и среднего заполнено не воздухом, а жидкостью. Оно отделено от среднего уха пластинкой из костной ткани, в которой находится овальное и круглое отверстие. Эти отверстия затянуты перепонками. Внутреннее ухо представляют собой костный лабиринт, называемый улиткой. Все полости лабиринта заполнены жидкостью. Рецепторы органа слуха находятся в улитке. Канал улитки по всей длине разделен пополам перепончатой перегородкой. Часть этой перегородки состоит из тонкой мембраны, на которой и сосредоточены слуховые рецепторы. Колебания жидкости, заполняющей улитку, раздражают отдельные слуховые рецепторы, и в них возникают импульсы. Орган слуха представляет собой слуховой анализатор. Он состоит, как и все анализаторы, из трех частей. Слухового рецептора, слухового нерва с его проводящими путями и участка коры больших полушарий головного мозга, где происходит анализ и оценка звуковых раздражений. Человеческое ухо способно воспринимать механические колебания, происходящие с частотой от 20 до 20 тысяч герц. В конце 90-х годов XVIII века у великого композитора Людовика Ван Бетховена начала развиваться глухота. Он был человеком титанической воли, могучего духа, и это помогало ему продолжить творить. Но как? Он сочинял музыку с помощью трости, один конец которой приставлял к роялю, другой – к зубам. Кости способны проводить звуковые волны. Их-то и чувствовал Бетховен при сочинении музыки. Глухота у Ветховена развилась после перенесенной болезни. Многие вирусные заболевания ведут к ослаблению слуха или полной глухоте. Опасным заболеванием уха является атит. Атитом называется воспалительный процесс в ухе, который сопровождается Болью, температурой, выделением гноя. Из уха им может привести к глухоте. В современном обществе к нарушению слуха может привести не только инфекция, но и различные шумовые загрязнения. Сильный и длительный шум раздражает. Мешает работать, отдыхать, думать. Шум может притуплять слух и вызывать глухоту. Абсолютная тишина также вредна для организма, как и сильный шум. Благоприятным для организма является шумовое поле от 20 до 40 дБ. Ребята, предлагаю рассмотреть уровень шумового поля от разных источников. Тишина – 0 дБ. Тихий шелест листвы – 10 дБ. Шепот человека – 20 дБ. Тиканье часов – 30 дБ. Обычный, спокойный разговор. 40 дБ. Довольно очень хорошо слышно друг друга. 50 дБ. Отчётливо слышно при работе в офисе. 70 дБ – это шум, крик, смех. 100 дБ – это крайне шумно. Источником шума могут являться Оркестр, вагон метро, раскаты грома, ВИСК работающей бензопилы. Вертолёт производит 100 дБ. Крайне шумно. Болевой порог – это самолёт на старте. 130 дБ. Старт ракеты – это 145 дБ. Может привести к контузии. 160 дБ – это шок и травмы, Ударная волна от сверхзвукового самолёта. Основные правила сохранения Хорошей работы слухового аппарата Заключаются в следующем. 1. Содержать в чистоте ушные раковины И наружный слуховой проход. 2. Не очищать слуховой проход твёрдыми предметами. 3. Нельзя систематически пребывать В шумной обстановке. 4. Четвёртое правило. При любых заболеваниях уха Необходимо обращаться к врачу. Ребята, предлагаю перейти К завершающему вопросу нашего урока И рассмотреть строение и функции Вестибулярного анализатора. Итак, положение тела человека, Его ориентация в пространстве На протяжении всей жизни Контролирует специальный орган, Который находится во внутреннем ухе. Этот орган называется Вестибулярным аппаратом. И благодаря ему человек Может совершать сложные движения, Заниматься спортом, Нормально ходить, бегать, Выполнять разнообразную трудовую деятельность. Вестибулярный аппарат состоит из двух Маленьких мешочков и трёх полукружных каналов. Полукружные каналы расположены В трёх взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти плоскости соответствуют Трём измерениям пространства. Высоте, длине и ширине. Полукружные каналы заполнены Вязкой студенистой жидкостью. В этой жидкости находятся Небольшие кристаллики солей кальция И вестибулярные рецепторы. При любом движении организма Жидкость смещается, Давит на волоски И возбуждает рецепторы. От рецепторов Нервные импульсы По вестибулярному нерву Идут в центральную нервную систему. Поступают в мозжечок, Продолговатый мозг, Средний мозг и таламус. То есть в те отделы мозга, Которые отвечают за равновесие тела. Информация об изменении положений тела Анализируется И даётся ответная реакция, Которая позволяет управлять Телом в пространстве. Для спортсменов, Лётчиков, Моряков И особенно космонавтов Нормальная работа Вестибулярного аппарата Очень важна. Для её тренировки Разработаны специальные упражнения И приспособления. Вращающиеся кресла, Барабаны, Качели. Повышенная чувствительность И нарушение работы Органа равновесия Могут быть врождёнными, Но могут возникать И после заболеваний. Люди, имеющие Слабый вестибулярный аппарат, Плохо переносят Полёты на самолётах, Морские путешествия, Дальние автомобильные поездки, Не могут качаться На качелях и каруселях. Явление укачивания Часто называется Морской болезнью. Оно сопровождается Головокружением, Тошнотой, Рвотой, Иногда наблюдается Побледнение лица, Выступает холодный пот, Появляется слабость, Обильное выделение слюны, Изменяется пульс, А при дилительном воздействии Укачивания Появляются апатия И бессонница. Такому человеку Необходимо оказать Медицинскую помощь. Обеспечить полу Лежачее положение В кресле. Дать мятные конфеты Для рассасывания Или холодную минеральную воду, Которую необходимо пить Маленькими глотками. Чтобы уменьшить Чувствительность Вестибулярного аппарата К укачиванию, Следует его тренировать. Если при одной только мысли О поездке на самолете, Пароходе или машине У тебя начинает кружиться голова, Тебя укачивает в транспорте И частенько тошнит, Значит, есть слабое место. Твой вестибулярный аппарат. Это не просто Сложно выговариваемое слово. Это настоящий орган равновесия, Который находится у тебя Во внутреннем ухе. Именно вестибулярный аппарат Отвечает за ориентировку тела В пространстве И легко поддается тренировке. Шаг первый. Тест на равновесие. Пройди 20 метров По обычному бордюру. Если сделал это легко, Можешь тренироваться В полном объеме По 10 минут в день. Упал не более 5 минут. Шаг второй. Выбери место, Где не больно приземляться. Газон или ковер. Встань ровно. Закрой глаза. И стой около минуты. Практика показывает, Что многие начинают шататься Даже от такого элементарного упражнения. Шаг третий. Встань на носки. И стой еще одну минуту. Потом минуту стой на одной ноге. И минуту на другой. С закрытыми глазами Делать это очень непросто. У тебя может появиться шум в ушах И небольшая тошнота. Через 5 дней тренировок Это пройдет. Шаг четвертый. Волчок. Стоя на месте, Начинай крутиться в одну сторону. Нужно сделать хотя бы 5 оборотов. В идеале 10. После чего остановись. Подыши. И крутись в другую сторону. То же количество раз. Желательно, чтобы рядом был кто-то или что-то, чтобы ухватиться, если очень закружится голова. Тренироваться следует ежедневно. Даже тогда, когда приступы головокружения прекратятся. А еще прекрасно помогает любой колесный спорт. Скейты, ролики и велосипед. Хоть укатайся. Тогда тебя точно больше нигде не укачает. Интересный факт. Во времена пиратов человека с морской болезнью называли сухопутной крысой и вздергивали нарии. Современный мир куда более гумания. Ученые обещают, что скоро появится искусственный вестибулярный аппарат. Завершая наш урок, я предлагаю нам вспомнить основные вопросы, которые мы рассмотрели сегодня на уроке в форме тезисов, утверждений. Тезисы первого вопроса – слуховой анализатор. Орган слуха состоит из трех отделов – наружного, среднего и внутреннего. Наружный отдел органа слуха состоит из ушной раковины и слухового прохода. Среднее ухо – это полость, заполненная воздухом. В ней имеются три слуховых косточки – молоточек, наковальня и стремечка. Внутреннее ухо заполнено жидкостью. Это костный лабиринт – улитка. Тезисы второго вопроса – предупреждение о нарушении слуха. Содержать уши в чистоте, не очищать слуховой проход твердыми предметами, не пребывать в шумной обстановке. При заболеваниях уха необходимо обращаться к врачу. Тезисы третьего вопроса – строение функций вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат состоит из двух маленьких мешочков и трех полукружных каналов. Полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, что соответствует измерениям в пространстве – высоте, длине и ширине. Полукружные каналы заполнены жидкостью. Ребята, обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Будьте здоровы! До новых встреч! Увидимся на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok